Меню автомобиля нажимаем настройки, прокручиваем вниз, техническое обслуживание, что мы видим? А мы видим, что до сервиса по замене масла у меня осталось 7200 километров. Значит, я с последней замены проехал уже, получается, не 7500, а 7800 тысяч километров. Всем привет, с вами Евгений Соловьев. Вы меня часто спрашиваете в комментариях, ну, кто в Питере живет или там в Ленобласти. Женя, есть ли у нас клубный сервис, значит, куда мы ездим и так далее. И сегодня у меня есть повод, потому что мне пора менять масло. Как видите, я проехал даже больше, чем нужно. То есть проехал 7800 километров, а нужно было 7500. Ну, ничего страшного, 500 километров перепробегать. Больше все равно я меняю в два раза чаще, чем по регламенту, поэтому это допустимо. И сегодня я поеду менять масло не просто так, у меня есть аж целых две цели. Ну, во-первых, показать вам клубный сервис РВД Авто, у которого есть целые две станции. Одна на севере, другая на юге. И, собственно, для всех членов клуба, для всех подписчиков этого канала по промокоду SkodaPiter здесь всегда предоставляют 10% скидки. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь. Сотрудничаем с ними с 2017 года. За все это время, по-моему, только один раз какой-то был недовольный клиент, и то с ним все порешали его в пользу. Поэтому, ну, сам настоящий клубный сервис. Ну, соответственно, это первая цель – познакомить вас с сервисом. А вторая цель – я буду сегодня сливать свое масло Пролонг, которое проехало 7800 километров. Я его солью в специальную тару, и потом отдам на экспертизу. Скорее всего, это будет в понедельник уже. Отдам и отработку, и отдам новое масло. И, соответственно, получим результаты экспертизы, и будет понятно, скажем так, с чем мы имеем дело в цифрах. Не тех, которые там производитель предоставил, и не в тех, которые кто-то где-то делал. А вот я сам взял, я сам слил, я сам отнес, я сам получил, и вам обязательно все расскажу. И очень интересно, я припарковал машину рядом с сервисом, смотрите. Вот это вот непосредственно сам бокс РВД. А рядом стоит очень интересная Шкода Фабия. А это, друзья, не простая Фабия, это реально боевая спортивная машина, на которой ребята выступают. Мы на ней ездили в Пушгоры с автопремиумом еще в каком-то далеком-далеком-далеком году. И там тренировались экстремальному вождению. Мы, кстати говоря, тогда засекали кросс-разгон, вот она 1.2, и сейчас, правда, с чипом, тогда была еще без чипа. И со стоковой 1.4 Фабия, и вот они к носу шли. Кроме чипа, в этой машине полностью подвеска от Фабия РС, остальное все сток. Ну вот ребята на ней выступают. Как вы понимаете, стоит она здесь не просто так, автосервис принадлежит как раз-таки ребятам из этой гоночной команды РСТМ. У нас сейчас ребята находятся в этом боксе, но прямо для них строят здание соседнее. Оно будет гораздо интереснее, а лучше. Поэтому это сейчас такой временный вариант. Но главное же не здание, а главное люди и отношения. И что меня особенно приятно удивило, это очень невысокие, цены. Например, замена масла, неважно в коробке или в моторе, стоит 500 рублей. Когда вы записываетесь к ребятам на ТО, то, соответственно, вы можете заказать расходник, который вам необходим. И, в общем-то, цены тоже получаются очень-очень. И, в принципе, ребята привозят даже в день ремонта те расходники, которые вам необходимы. Так у меня получилась замена масла плюс масляный фильтр плюс сливная пробка. Все вместе 1350 рублей. Пока меняли масло, мне сделали бесплатную диагностику ходовой. И, в общем-то, логично, что это в интересах сервиса, потому что, если что-то найдется, то клиент может захотеть это заменить. Ну, вот заодно и диагностику сделали, посмотрели, с подвеской все в порядке, а вот тормоза у меня заканчиваются вместе с дисками. Колодкам осталось там 2-3 мм, но диски под замену вместе с колодками. И, кстати говоря, ребята не очень отзываются об оригинальных дисках, по крайней мере на Fabio. Советую диски Hela. Я спросил, как ему ATE, потому что я обычно ATE все покупаю. Они говорят, что ATE, в общем-то, тоже очень даже неплохо. И, опять же, сделали мне расчет на замену дисков колодок. И вот вместе с дисками с колодками сработать получилось все около 13 тысяч. То есть, ну, на мой взгляд, эта цена, конечно, просто прекрасная. И это еще цены без клубной скидки, кстати говоря, которые предоставляются по промокоду Skoda Peter. В чем вообще основная фишка? Клубного сервиса. Да, в доверии клиентов, потому что есть ветка на форуме, где каждый может написать, что ему понравилось или не понравилось. Покажать свои какие-то права, если считают что-то не так. Ну и, в общем-то, мы видим, что за длительную историю, за 4 года, все прекрасно, люди очень довольны. Ну и, естественно, сюда же добавляются невысокие цены. Наверное, единственное, я не подснял, но конкретно на эту станцию девочкам на каблуках мини-юбке я бы не рекомендовал приезжать надевать эти кроссовки. Просто здесь такая достаточно особенная лестница, когда вы будете подниматься на оформление документов. Интересно, когда сливают масло, то промывают все, что вокруг, для того, чтобы потом, если мало ли, какие-то подтеки, еще что-то, чтобы их было видно. То есть, я не знаю, делают ли так во всех сервисах, нормально ли это, но подход мне понравился. Опять же, к плюсу можно отнести то, что вы можете совершенно спокойно стоять рядом с машиной, никто вас никуда не гонит, видеть все, что для вас делают, ну и, соответственно, делают проверенные люди. То есть, по крайней мере, здесь человеческий фактор гораздо меньше, чем на какой-то станции большой, где большая текучка. Про пролонг разговариваем, то последние интересные новости. У нас появился дилер в Крыму, и поехали они к ребятам, которые продают масло, знаете, есть Акора называется, в котором неизвестный компонент, который непосредственно снижает трение. И этим ребятам дали протестировать на их собственной машинке трение АФМТ. Добавили в Лукоиловское масло, там что-то 10%, как они только не грузили машину трения. Ну, в общем, сделать так, чтобы появился хоть какой-то износ на цилиндре, сделать так, чтобы появились какие-то лишние звуки, еще что-то, они просто физически не смогли. То есть, они положили весь груз, положили сверху 4-х килограммовую канистру АФМТ, сверху канистру с Лукоилом. Ну, в общем, дальше оставалось только самим сесть, но побоялись, что машинка трения сломается. Ну, а я, как и обещал, отвезу в лабораторию на исследование и отработку пролонговского масла и новое масло. И все данные вам выложу для того, чтобы у вас было понимание, что это вообще за продукт. Если вы следите за каналом, то, вероятно, знаете, что АФМТ нужно добавлять 10% при первой заливке и 5% при последующей. А в масле Пролонг уже содержится примерно 2-3% АФМТ. Соответственно, в первый раз я заливал пролонговское масло и добавлял туда 8% АФМТ. Сейчас я заливаю, опять же, пролонговское масло и добавляю туда 3% АФМТ, для того, чтобы как раз получилось у меня в конечном итоге 5%. Знаете, друзья, о чем я сейчас подумал? Дилер всегда берет с меня деньги за снятие и установку защиты картера. Хотя у меня ее нет, у меня есть пыльник. Я думал, что для того, чтобы поменять масло, нужно снимать пыльник. А сейчас мне замечательнейшим образом поменяли масло и пыльник этот не снимали. И я начал задаваться вопросом, а почему дилер с меня все время берет за это деньги? Ну, я, кажется, знаю ответ. Ладно, друзья, дилеры тоже нужны и важны. Я считаю, что все-таки плановое ТО лучше проходить у дилера. Ну, это мой фетиш, если хотите, даже когда машина не на гарантии. Тем более, что можно привезти свои расходники, если что, да, и так далее. Получить красивый штамп, сервисную книжку. Ну, а, соответственно, какие-то межплановые ТО или, ну, то бишь, именно смену масла межплановую. Либо какой-то ремонт, когда уже машина не на гарантии. Лучше делать в хорошем, качественном, проверенном сервисе. Надеюсь, ролик был для вас интересен, полезен. Друзья, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok